Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ну, утро страны обычно начинается с замечательных голосов. И сегодня голоса Лизы Калинины и Никиты Некрасова дополнены замечательным голосом Звонкова, который к нам пришел сегодня поутру в гости. Андрей Звонкин, доброе утро. В общем, любите жаловать. Всем привет, всем доброе утро. Андрей, вот я хочу процитировать вас. Открыла последний голос в Инстаграме. Звонкин сегодня голос у меня в этот час. Я всегда, еще когда в школе учился, ненавидел рано вставать. Вот так начинаются ваши строки в Инстаграм. Это для меня было так сложно. Ни о чем не надо меня спрашивать. Вот такой контекст. И последняя фраза. Ребята, это я к чему? Завтра, ну то есть сегодня на Страна ФМ с 9 до 9.30 за себя не ручаюсь. Здравствуйте, Андрей. Мы так рады. Не спрашивайте меня ничего. Пришлось, но Андрей, кстати говоря, пришел к нам не с пустыми руками. Не опоздал, главное. Не опоздал, четко. Самое главное, что вы представляете, у нас заканчивается предыдущий час. Мы только выходим из студии, а там уже Андрей стоит и говорит, где вы вообще? Я уже приехал здесь, уже все, загримировали, уже сижу готовый, а вы там еще эфир ведете свой. У нас классные сюрпризы для ваших фанатов. У нас сегодня, как я сказал, Андрей пришел не с пустыми руками, а с премьерой. Это трек и клип, собственно, под названием «Паранормальные». Вот, немножко давай поговорим вот об этом. Что это такое, насколько сочетается или не сочетается с предыдущими работами, напомню, это вот иногда мы сейчас услышали уже, и «Космос». Ну, нет, это логическое продолжение предыдущих работ, но там немножечко по-другому все. На самом деле, просто у меня-то, так сказать, широкий спектр творческих, так сказать, возможностей. Допустим, на альбоме будет там совершенно разные песни, то есть и хип-хоп будет, и вокал, и лирика, и так далее. И вот «Паранормальные» как раз-таки там чуть-чуть вот кип-хопчика, она такая уже немножечко, там такое, не знаю, винтажное звучание такое прикольное. Ну, то есть она немного отличается, конечно, от «Космоса» и иногда. Угу. Вот. Ну, собственно, да. Ну, и насколько мы знаем, сегодня радость у всех, ну, телеслушателей, радиозрителей нашего телерадиоканала, ну, и, естественно, у всех поклонников твоего творчества. Но и это не все, потому что Андрей радует новостями, и, я думаю, будет продолжать радовать еще долгое время, потому что уже буквально на носу, да, правильно? Полным ходом наверняка идет уже подготовка, репетиционный процесс, концерт. 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 25 ноября. 25 ноября, «Муми-троль-бар». Это уже буквально, вот, казалось бы, сегодня седьмое, а 25-е еще, о-о-о, нет, для музыканта этот вот период, он достаточно короткий. Ну, кажется, что долго, да, на самом деле. Сколько у тебя репетиций проходит в неделю? Вот мы сейчас репетируем, мы сейчас репетируем, ну, прям так плотненько, потому что нам нужно подготовиться, у нас же будет барабанная база, то есть у нас такой тип, как... Живьем. Ну, практически, да, такой полный практически состав, вот поэтому репетируем постоянно. Как проходят репетиции? Я просто тоже музыкант, поэтому мне интересно. Ну, как обычно, репетиционная база, репетиционная база, то есть мы приходим, опаздываем все, как обычно, все, правильно, все, правильно. Не с утра, что важно, репетиция, не с утра. Не с утра, чтобы меньше опаздывать, вот. Ну и потом покреативим, что-то придумываем, какие-то фишечки. А репетиции каждый день? Не, ну не каждый день, каждый день, вот. И потом еще будет финальная репетиция, когда мы там все подключаемся, чекаемся еще с звукожиданцем, чтобы всем там лучше все раздать. Ну, да, 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 да. Как там халы, дилей. Прогон. Да, тем прогончик такой. Там еще, наверное, бэк-вокал у нас будет, еще, то есть, ну, как-то так, ну, как, в общем-то, все как обычно. Это те музыканты, скажи, пожалуйста, это те музыканты, которые помогают в записи, либо это... Вот, постоянное, постоянное будет... Так, поближдай микрофон. Пожалуйста. Постоянный гитарист, то есть мы работаем с Володей Крыловым, мы с ним вместе... Да, вы были у нас, кстати, в студию уже, в концертный зал. То есть с ним мы работаем постоянно, я его записываю на студии, и с ним играем на концертах. Вот, и в этот раз еще барабанщик и басист, то есть это... Я с ним еще не играл, но басист с Володей как раз сыгранный, барабанщик у нас сейчас как бы, ну, сессионный. Вот, бэк-вокалистка тоже девочка достаточно такая известная в своих кругах, так сказать. Ну, всех тем, все есть русские. Алла, она была на «Голосе» на пятом сезоне. Вот, и... Ну, Андрей, как, волнуешься? Ну, конечно. Конечно. Да. Ну, да, потому что все волнуются, мне кажется, перед концертом. Сколько... Не, ну сейчас не волнуйся, на самом деле, потом буду волноваться. Сколько твоим ожиданиям предстоит увидеть перед сценой глаз? Ну, не знаю, я как-то не прогнозирую никогда. Ну, а репосты активны по соцсетям? Я вот, например, так сужу, там, типа там... Сто репостов из моей группы, плюс... Ну, естественно, мы там у себя в группе, в Вельвет, там, то есть все возможные какие-то дружественные истории, мы там все это размещаем в каких-то там целевых порталах. Мы тоже напомним на 25 ноября. На радиостанциях вот у вас пришел. Это, да, я думаю, что мы еще не расскажем об этом. Поэтому максимально мы как-то пытаемся... Можешь, пожалуйста, рассказать вообще, в принципе, про создание песни «Паранормальная», потому что у нас она прямо по курсу, поэтому не можем про нее не поговорить. То есть как создавалось, кем придумывалось, как аранжировывалось? Ну, я думаю, что большая часть — это твои руки. Ну, мы работаем по музыкальной части, мы работаем с Сережей Курицыным, такой аранжировщиком классный. То есть моя задача — мелодии, тексты. Вот. Эта песня как... да, я не знаю, как они... они как-то так сами приходят, я не знаю, то есть нет какого-то такого прям... Какой-то музон получился, потом мелодия, потом тексты. У меня есть одна знакомая, там, девочка Настя, которая, кстати, помогла, так сказать, подкинула какие-то идеи на текст в эту песню. То есть мы как-то так с ней... ну, как бы там на студии пересеклись, я ей поставил минус, она такая, ну, прикольная, да, прикольная. У меня там уже был какой-то наброс, такая, вот есть какая-то такая фишка, смотри, прикольная сюда, может, к настроению. Ну, что-то раз так, да, кстати, может быть. И как-то все это потом завязалось в текст, в общем, ну, как-то так все. То есть творческую руку приложили несколько людей? Несколько людей, да. То есть что-то я сам придумаю, что-то мы вместе придумаем. То есть это абсолютно такой творческий процесс, который он... А что первостепенно? Вот многие задают вопрос, что было сначала, курица или яйцо? Вот для музыканта, тебе, как музыканту, что проще написать сначала? Текст или музыку? Я сначала пишу музыку всегда, то есть потом я пишу мелодию, это обязательно. А после... у меня есть какая-то мелодическая структура, а потом я в эту мелодическую структуру вписываю текст. У меня так всегда происходит, практически всегда. Ну, то есть в итоге текст приходится двигать внутри. Да, именно вот как раз вот и в этой песне, вот в том числе, там есть четкая, прям такая речитативная структура, есть мелодическая, прям вот текст, то есть он был подогнут туда. А у меня так все время происходит. Ну, это на 80%. Круто. Нет, это круто. А видео? Для меня важен вот такой флоу, вот эта вот самая какая-то читка и так далее, поэтому есть очень важная структура. Видео тоже премьера у нас будет? Как снимали? Видео, да, но мы как бы решили не, так сказать, не лезть в какие-то там серьезные сюжетные повороты, то есть мы сняли очень простое видео, прям буквально в квартире, с друзьями. То есть это видео из жизни, такой лайфстайл, да, то есть есть главная героиня, мы как будто в обычной жизни ищем друг друга взглядами, вот, и потом мы взглядами встречаемся, там типа хэппи-эндик такой, и все как в жизни, то есть ничего такого придуманного. Кто был героиней? Саша Завадская была героиней, а снимал клип Катин Берг, вот, такая креативная режиссер, стилист, она такая креативист. Вот, то есть, ну, мы прям как бы, говорю, мы не хотели что-то как-то заморачиваться сильно именно, ну, по сюжетам, просто нам нужно было, главное, подчеркнуть вот эту атмосферу, какую-то такую винтажную, рейтер-чуть атмосферу музыкальную в этой песне, по сути, и, мне кажется, это получилось, и без каких-то лишних там морочек. Ну вот, я смотрю на Андрея, и как раз у нас эфир, собственно, начался с того, что Андрей не любит вставать по утрам, и, насколько я понимаю, вот такой, исходя из твоих слов, замороченный процесс создания чего-то, ну, помимо музыки, то есть в контексте съема клипа, я задаю вопрос, Насколько тяжело снимался вот это видео, и насколько вообще, в принципе, ты стремишься, там, за сколько дублей снять, или все одним дублем, раз и все? Нет, это видео, кстати, снималось достаточно легко, но вообще я стремлюсь к тому, чтобы все было легко, я считаю, что... По жизни? Ну, по крайней мере, ну, как бы в творчестве, да, я думаю, что... Я раньше был такой, как бы, слишком перфекционист такой, хотя и сейчас такой же, на самом деле, но просто мне кажется, что... Отпустили. Мне казалось, да, что нужно там очень долго что-то морочиться, вот какая-то там, что-то какая-то мелочь, да, вот на самом деле это все здесь, это все лишнее, на самом деле, потому что есть какая-то эмоция, если эта эмоция работает, то все, нужно отпускать и уметь... Итак, слушаем и смотрим, поехали. Да, да, паранормальные звонки, прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, более вокально Здесь появился речитативчик Как вообще, в принципе По твоим ощущениям, по сравнению с тем Что было раньше Отличается Насколько именно по внутренним Переживаниям, ощущениям Ну, нет, я-то как бы вообще В принципе начинал с рэпа Да, да, я и спрашиваю Просто был такой период, когда я просто хотел петь Я хотел научиться, я хотел прям петь Мне больше хотелось петь И какой-то период такой творческий был Когда я именно морочился над Какими-то вокальными штуками Сейчас я понимаю, что, на мой взгляд, я уже добился Какого-то результата Приемлемого для меня Потому что я всегда хочу, чтобы было лучше, естественно И теперь я хочу это все вместе соединять И вот будут прикольные треки Когда там будет Вокал с рэпом И быстрый там Все фишки, короче, я решил Все в одной То есть то, что было раньше Того Сдвонкова, которого знали раньше Еще услышит Услышит, естественно А куда же без него? Опять-таки скажу, к чему я задаю вопрос Я вот специально Специально на просторах интернета нашел Я тебе сейчас покажу 2002 год Вот такой вот сборник выходил На просторах Их там было много И не только таких разных Но мне этот сборник Почему запомнился Волим-1, потому что мы с тобой На этом сборнике вместе выходили А что делает команда? Тип-топ Дерево жизни Это песня Вместе с Томми Который ты здесь выпускал А у меня была команда Под названием Дисгармония И я на этом сборнике Тоже выпускался Вот Я подвожусь к следующему вопросу Вместе с тобой рядом было Очень много людей раньше Это и из ритму автобуса И из дерева жизни Да, вот С этими людьми Ты поддерживаешь ли отношения? Как сложилась их судьба сейчас? Сотрудничали Дворческие линии пересекаются ли? По музыке мы, естественно, не работаем вместе Почему? Потому что автобус Он вообще в другую сферу ушел Он занимается видеопродакшном Видеомонтажом Всякие там Передачи, сериалы И так далее Мук Я с ним очень давно не общаюсь А деловой Леша Он же сыроед, веган И так далее И он сейчас живет не здесь В теплых всяких странах Да, потому что там Разошлись дорожки Там классно, да Веганить Ну да Но он так музыкой немножко занимается Он что-то там пописывает Так периодически Вот Но мы с ним Так вот На фейсбуке Общаемся То есть Именно в музыкальной Как-то Я по-моему такой Единственный Кто остался Остался Успешно Да, в теме И продолжает до сих пор Не хочется вернуться В те времена Я просто тоже Их вспоминаю Это было достаточно Романтично Мне так кажется Да Было хорошее время Такое То есть Интереснее тогда Или сейчас Сейчас сложнее Ну сейчас сложнее Конечно Потому что Много всех Большая конкуренция Естественно Много артистов Хип-хоп Тем более сейчас Вообще такой Прям на подъеме Да И куча Пошумим Да, куча разных историй И всяких батлов И так далее Вот в то время Было конечно сложно С точки зрения того Что это все было Очень такое Нишевое Да, слишком Да Но было прикольно Потому что Ну Не знаю Мне кажется Было много Очень разных Каких-то стилей Да, что-то придумывали Какие-то прям Ну креативили Зато ты уже матерый Сейчас сложно начинать Мне кажется У тебя уже такой бэкграунд Да, бэкграунд есть Естественно Но здесь вопрос в том Что Нужны хиты Нужно писать Да, хитовые треки Стрелять Чтобы выделиться Да, среди огромной массы Артистов Но это интересно Конечно Вопрос у меня такой Уже исходя из бэкграунда И так далее В нашем пресс-релизе Написано Замечательное слово Которое многие Не понимают Вот Я хотел бы об этом поговорить Это какое? Саунд-продюсер Группы Бурита Ага Вот что это такое? Саунд-продюсер Что это за профессия? Как я это понимаю Это тот человек Который знает Как должно звучать Ну абсолютно так и есть Вот Абсолютно есть Ну то есть По сути Саунд-продюсер Это человек Который делает Звучание группы Да То есть Так как мы слышим Эту группу То есть музыкальную оболочку Я как раз этим занимаюсь Вот и с Бурита Мы вместе Так сказать Начали работать над этим проектом И вот как-то Как ты успеваешь все? И с собой И другими? Но мы Какие приоритеты? Когда мы начинали У меня пока все это было Таком В зачаточном состоянии То есть где-то там год Мы работали с Буритой Я так Пока копил себе Там какие-то Свои фишки Вот А потом как-то все это Ну параллельно Параллельно идет Нормально Нормально? Да То есть конечно Есть какие-то там другие проекты Вот Но в приоритете Я думаю Что поставить два проекта И все И отказаться от других Или по крайней мере Там На какое-то время Правильно Вот надо с собой заниматься Развиваться Ну да То есть Ну это такое Ну просто Когда ты много Всем отдаешь Конечно же Это сложно Вот Но поначалу Это прикольно Это интересно И плюс Это какой-то Такой некий опыт Вообще Какой-то работы Там и так далее Ну и Знаешь что Что ты делаешь И приходят мысли И они остаются Это прикольная штука Жалко и возможно Заберу себе Заберу себе Да по себе Это 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 Зато честно Да Честно Да Но Подход Как иначе Да Гарику можно сказать Вот Все что Все Гарик Все что было Не на самом деле У нас У тебя все хорошее Но у меня лучше Да у меня лучше Не у нас совершенно разные Конечно музыкальные истории То есть абсолютно Они не пересекаются То есть Для Гарика Уже есть какая-то Определенная схема Ничего не жалко Она работает Да Схема работает Вот В моем случае У меня там У меня свои фишки Они отличаются Поэтому Всем так сказать Хватит места В креативе Если Сейчас народ же Наверное Музыкальный Имеется ввиду Коллеги Обращаются Просят помочь То есть приходится Говорит нет Отказывать Да Иногда приходится Потому что Времени реально нет Я знаю Что многие там обижаются У всех так Начинается Створческие люди Значит Этому написало мне А мне не можешь А я же лучше Понятно Ну просто Сейчас как-то все Стало серьезнее Уже так Не получалось Так раз Ну давай там Быстренько сейчас Нет Ну как-то Либо это делаешь Либо нет Те сейчас сложно что ли Ну да То есть Есть такая тема Ну это у всех так Ты звонкий Звучишь Ну да Вот поэтому Тут такая Блин Ты либо делаешь Ну уже серьезно Либо вообще не делаешь Как-то так Если возвращаться К альбому Что Поклонникам Твоего творчества От этого альбома Ожидать Вот охарактеризовать его Можешь? Хип-хоп Вокальный Хип-хоп Лиричный Не знаю И так далее Надо сказать К Новому году Он выйдет уже Я думаю да Я думаю что да То есть мне там осталось Немножечко еще Там доделать Ну Что могу сказать Будут Там будет Фит Может даже Несколько Сколько С хип-хоп артистами С хип-хоп То есть пока С кем это тайна Да Ну У меня там в инстаграм Есть такая Недвусмысленная Там Фотка Да Но Я думаю что все поняли Вот И Какие-то еще наверное фиты будут Я хочу делать фиты Там именно с рэперами Потому что Будут Песни Именно Прекрасно Сочетающиеся Гармонируют И вокалы И хип-хоп Поэтому Я открою Небольшой секрет Когда Андрей Пришел к нам в гримерку У нас в гримерке Висит телевизор Вот Андрей Начал слушать музыку Говорит Да вот И тут же я смотрю Начал замечать Какие-то моментики Вот разные И именно Саунд-продюсерство Вот это вот слово Оно здесь Не убрать Да Это уже Мне кажется Такое профессиональное искажение Небольшое В хорошем смысле слова Скажи пожалуйста Ну давай Наших не будем рассматривать Из зарубежных Кого бы ты вот Про саунд-продюсировал Скажем так Чтобы получше стало Не ну они вообще там Крутые все Это понятно Они все крутые Это понятно Ну есть же желание Вот я бы здесь Вот приложил бы Не улучшить А сотрудничать С кем бы посотрудничать Окей ладно Хорошо так Блин ну Ну много Вот прям твое Кто Блин не знаю даже Один Ладно два Ну последний там Ну последний кто крутые Конечно это Imagine Dragons Ага Прям ну альбом Прям так Там много всяких Прикольных штук Таких Мне кажется Очень интересное сочетание Как раз таки Там речитатива И так далее Сейчас конечно огромное Огромное количество Трэп Трэп Огромное количество Ну постмэл Наверное Ну прикольный Вот Ну в общем ладно Понятно Блин Ну выбрал Ну выбрал Хорошо Подумаем в перерыве Утро страны На телерадиоканале Страна ФР Андрей Звонкий Музыкант сегодня у нас В гостях Напомню 25 ноября Уже так скоро В Мумитролбаре Состоится концерт Да Да И мы уже Распросили Всех жду Да Активно готовится С своей командой Волнуется Андрей признался Кстати говоря Если Если дорогие телеслушатели Радиозрители У вас есть вопрос К Андрею Вы можете Их задавать На номер Ватсап и Вайбера СМС 8909928 189.9 А также Группе страна ФМ Вконтакте У нас есть специальный пост С фотографией Андрея И можно и на Андрея Посмотреть И вопрос задать А Андрея Все мои спец Из прямого Из прямого эфира Ответят Ваши знают все про вас А вот наши Надо узнавать Мои просто смотрят О нет Это все Мы спим Рано Совы 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 У нас совы А вот кстати В том посте Который я уже цитировала Я не прочитала Одну фразу Ночь Ваше время Мое время Твое время Как ты так написал Да Ну тексты обычно Творишь ночью В любом А когда еще Днем некогда Ночь Что еще Сподвигает К творчеству Какой режим Извините Мне интересно Во сколько Ночь Ложишься Во сколько встаешь Если эфира нет В 9 утра Ну пораньше Ну в 3 хотя бы Ну чтобы До 3 все написать Да Успеть бы сделать Потому что Когда позже Там вообще Никуда не пойдешь Днем уже спишь А подъем Ну честно так Я стараюсь Ну в 10 вставать Ну бывает позже Ну бывает позже Но в основном в 10 Сегодня раньше То есть не важно На сколько лег Главное В 10 постараться встать Спорт Тренировки Да Все дела Ну видно Это бодрит Бодрит чуть-чуть Что сподвигает К творчеству К прослушиванию К классике Музыкальной И вообще любой Новинок То есть с одной стороны С одной стороны Думаешь Блин они такие классные Даже Блин Что делать не хочется А с другой стороны Наоборот О блин Надо так же сделать Мотивирует Да И мотивирует И расстраивает Вот И это Одно из Ну второе Это что может быть Ну просто какие-то Какие-то наблюдения Не знаю Какая-то эмоция Которая там где-то Внутри сидит Надо что-то написать Вот Единственное что Некоторые вещи Хорошо в хип-хопе Излагать конечно Однозначно Какие-то Какие-то там Да Но Вот пока копится Что-то может быть Какой-нибудь Трек Выйдет Дис Не знаю Не знаю что-нибудь Может быть Да не шучу конечно Вот Но что-то такое может быть Вот А так Абсолютно разные вещи Могут быть Нет участия Поучаствовать Участия Нет желания Поучаствовать В баттлах Ныне Столь популярных Голос за плечами Ну хотя бы В качестве судей В качестве судей Можно конечно Не приглашали еще Нет Ну давайте обратимся Друзья Берите Звонкова Да Самая честная Самая честная Да Если поп-исполнитель Допустим Нам приходила группа Марсель Степа Марсель Был Судьей На баттле Надо Звонкова уже Пора Пора Он еще читает Я там увидел Я просто не вкуса Он сказал был Мы не проверили Надо проверить Да не проверили У нас 10 секунд Спасибо большое тебе Андрей Большое спасибо За столь ранний визит В первую очередь И хорошего концерта Спасибо огромное Спасибо огромное Да 25-й Мумитрольбар Ноября 25-й Мумитрольбар Приходите Андрей Звонки Увидимся Спасибо Пока-пока Спасибо